Солистка фабрики Ирина Тонева запомнилась своим сильным голосом и яркой харизмой. Она покорила зрителей еще в 2002 году и долгое время держала в секрете личную жизнь. По сей день, все, что не касается сцены, Ира старается не выносить на всеобщее обозрение. Но несколько лет назад певица тайком от всех вышла замуж. Рассказываем, кто ее избранник, как складывается семейная жизнь и почему Тонева ест одуванчики. Вся страна узнала об артистке, когда та спела хит «Понимаешь» и влилась в группу «Фабрика». С тех пор минуло 20 лет. И сейчас Ирина Тонева мало напоминает ту короткостриженную робкую девушку. Звезда стала более уверенной, стильной и женственной. 27 июня Тоневой исполнилось 46 лет. И, разумеется, за 20-летнюю карьеру она сильно изменилась. Ирина расцвела и стала выглядеть даже лучше, чем в юности. Что же способствовало преображению фабрикантки? Успехи в творчестве или же в личной жизни? Ира появилась на свет в поселке Голицыно-2 Московской области, который впоследствии дорос до статуса города и был переименован в Краснознаменск. Папа девочки служил в космических войсках, а мама трудилась инженером. Тонева стала первым музыкантом в семье. С детства она уверенно выступала на утренниках, ходила на вокал и бальные танцы. И хотя девушка пела с оркестром военно-космических сил и занималась студией при училище эстрадно-джазового искусства, профессию она выбрала совсем не творческую. Получила специальность химик-технолог по коже и меху и несколько лет проработала на Кунцевском заводе. В половине пятого утра Ирина отправлялась на производство, а в свободное время продолжала постигать азы вокала из альфеджио. Преподаватели сетовари, контакт с химикатами негативно скажется на голосе. Понимая, что мир музыки гораздо важнее, Тонева уволилась. Решение оказалось судьбоносным, ведь уже через несколько дней девушка наткнулась на объявление о поиске талантов в первую фабрику звезд. Близкая подруга настояла на участии Ирины в кастинге. Тонева не надеялась на успех, но сумела понравиться организаторам шоу и попасть в проект. Думала, вельветовые трубы, синюю кофточку-водолазочку надену обтягивающую, чтоб было выразительно. И решу там, пойду я на кастинг или не пойду. Но в итоге решилась, рассказывала певица. Простые топы, свободные джинсы, игривая короткая стрижка. Такой поклонники запомнили артистку на заре карьеры. Ее дуэт с Пашей Артемьевым с композицией «Понимаешь» стал одним из самых популярных номеров проекта. Творческий путь Ирины продолжился в женской группе «Фабрика». Для клипов и выступлений девушкам подбирали похожие платья и костюмы. Вне сцены же Тонева предпочитала наряды необычного кроя. Пальто-трансформер, брюки-юбки, сапоги на деревянной танкетке. Такие непривычные вещи обычно сразу западают мне в душу. И хоть денег на них иногда не хватало, они все-таки появлялись в моем шкафу, признавала звезда. За пять лет совместной работы группа в составе Тоневой, Сати Казановой и Саши Савельевой выпустила несколько хитов. «Лёлик», «Рыбка», «Зажигают огоньки». Эффектных солисток «Гёрлс Бэнда» не раз признавали секс-символами и приглашали на съемки для журнала «Плейбой». График концертов был расписан на месяцы вперед. Составы фабрики менялись, и только Тонева оставалась в строю. Сначала на место ушедшей в свободное плавание Сати Казановой пришла Екатерина Ли. Затем в группе появилась Александра Попова. Когда в декрет отправилась Саша Савельева, коллектив принял Марию Гончарук. В 2013-м певица решила расширить грани творчества и поступила в школу актерского мастерства Германа Седокова. Спустя год звезда дебютировала на театральных подмостках в экспериментальном спектакле «Повесть о Сонечке», основанном на произведениях Марины Цветаевой. Еще одной вехой в деятельности Ирины стала сольная карьера. Хотя Тонева не уходила из состава фабрики, она создала проект в стиле инди-поп Тонева. С разрешения продюсера Игоря Матвиенко они с Сашей Савельевой стали развивать собственные истории, при условии, что это не будет мешать группе «Фабрика». Новый проект подтолкнул артистку к резкой смене имиджа. Если раньше цвет волос звезды плавно переходил от русова к рыжему, то теперь она стала платиновой блондинкой. Светлые локоны в сочетании с темно-вишневой помадой – образ неожиданный, но удачный. В «Звездных кругах» Ирину Тоневу прозвали «партизанкой» за закрытый образ жизни и нежелание обсуждать романы. Годами исполнительница молчала о бойфрендах и отказывалась комментировать сердечные дела. А зрителям приходилось гадать, кто же завоевал ее расположение. В 2008-м таблоиды писали о любовном треугольнике Ирины. Якобы сразу двое мужчин – Атар Кушанашвили и Ви-Джей Юрий Пашков – боролись за нее. Тонева выбрала Пашкова. Однако долго эти отношения не продержались. Затем на горизонте появился солист Бандерас – Игорь Бурнышев. Влюбленные встречались несколько лет и собирались сыграть свадьбу. Но в итоге женой Бурнышева стала не Ирина, а ведущая Оксана Устинова. Хейтеры же судачили, что Тонева рассталась с Игорем, так как закрутила роман с неким бизнесменом. Существовал ли действительно загадочный олигарх – неизвестно. В конце 2015-го Ирина появилась в компании танцора по имени Алексей Бриже. До того, как стать преподавателем и хореографом в проекте Тоневой, Алексей жил на Украине, а перебравшись в Москву, подрабатывал промоутером. Зато потом мужчина доказал столичным звездам, что имеет настоящий талант. В апреле 2017-го стало известно, что фабрикантка тайно вышла замуж за танцора. На росписи в Хорошевском ЗАГСе присутствовали только ближайшие друзья и родственники. Певица не хотела афишировать знаменательное событие. Мама жениха Ирина делилась. Безумно за них рада. Прекрасная пара, очень подходят друг другу. У нас Иры сразу возникло взаимопонимание. Много общих интересов. Вот как будто всю жизнь знакомы. Считаю, что она будет безупречной супругой Лёши. Заботливая, добрая, внимательная. Несмотря на разницу в возрасте, 46-летняя Тонева и 33-летний Алексей остаются друг для друга лучшими друзьями. Отношения супругов можно назвать гармоничными. Ведь за 6 лет брака они успели попробовать много интересного. В первую очередь влюблённых сплотила любовь к танцу. Также они вместе сочиняют музыку и работают над сценарием клипов. Ирина по-прежнему создаёт музыку, а любимый помогает ей в воплощении всех идей. Конечно же, в их жизни есть место для приключений. За последние годы молодая семья увидела красоту Барселоны, солнечную Испанию, темпераментную Индию и портовые города. Глядя на эту красивую и яркую пару, невольно возникает вопрос. Когда Ирина планирует родить ребёнка? То и дело фанаты пытаются разглядеть очертания животика и строят свои догадки в комментариях. Когда ей задали вопрос о том, с кем бы она мечтала познакомиться, и рассказала, что хотела бы увидеть своего малыша. Это не значит, что стоит строить иллюзию по поводу решения артистки, но может вскоре мы узнаем приятную новость. С возрастом Ирина пересмотрела отношения к питанию и уже несколько лет учится жить в гармонии со своим телом. После путешествий она раскрыла множество интересных вкусов и вскоре решилась отказаться от продуктов животного происхождения. Любимым блюдом Тоневой стала карри из овощей, заправленная кокосовым молоком. Она выглядит прекрасно и поддерживает свою стройную фигуру. Правда, речь идёт не о тренировках и строгих диетах. Как оказалось, она никогда не посещает спортзал и занимается гимнастикой дома. Мясо и рыбу ей заменили водоросли и спирулина. А ещё Ирина не прочь полакомиться одуванчиками и другими дикорастущими травами. Конечно, иногда она позволяет себе немного растительного мороженого или сладости. Главное для певицы – это не стоять на месте, ведь только тогда певица чувствует себя счастливой. Спустя годы в составе фабрики Ирина и по сей день выглядит ярко и свежо. Рядом с молодым супругом она совсем не чувствует разницу в возрасте, и им всегда есть что рассказать друг другу. Пара живёт в гармоничных и здоровых отношениях, а также готовит интересные творческие проекты.